ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а в школе-то как? Да как обычно, учителя за мной. Что это такое? Это... Наверное, папа пришел. Что это? Вроде целы. Чего не брякнусь-то? Это сквозняк. Окно мыло плохо закрыло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ощупь пробираешься Сквозь облака густое Сквозь лунное затмение Сквозь утренний туман Ах, если б только знала я Решение простое Ах, если б только знала я Где правда, а где обман На дальний лес Касая тень Ложиться тугим узлом Сплетаются пути И в чистом поле Можно заблудиться А жизнь прожить Не поле перейти И в чистом поле Можно заблудиться А жизнь прожить Не поле перейти Удачи! Ксюша! Как тебя чувствуешь? Хорошо. Слышу, как наш сын. Он умер. Я даже слышала, как остановилось его сердце. Забери меня отсюда. Зачем? Я прошу тебя, забери меня отсюда. Я не могу больше здесь оставаться, миленький, пожалуйста, я прошу тебя. Я прошу тебя, миленький, обещай мне. Обещаю, обещаю. Господи, я ведь даже имени ему не дала. Какого лешего ты не сказал, что ты под следствием? Потому и не сказал. Я ведь даже шофером не взяла. Я же ему потом и не сказал. Что теперь об этом говорить? Надо думать, как меня из этой истории вытаскивать. А с какой стати я тебе должна об этом думать? А мы в одной упряжке. Ошибаешься. Ты последний вагон тебя отцепили. Давай катись, Бельченко, Кузякин. По инерции, пока встречным не снесло. Ладно. Я человек маленький. Делаю то, что говорят. Так и скажу следователю. Так мы и так выполнял поручение Геннадия Екатерины Залы. Еще? Ты что, падла, угрожать думал? Ты меня до суда не доживешь! Земли, земли на меня написаны. Оставь его. Отпусти. Немедленно. Извини, извини, погорячилось Не люблю, когда меня обманывают Я тоже Значит, в расчете? Надо подумать Я тебе помогу Катерина Зола своих не бросает Ты сегодня же перепишешь все земли на Гену А я сделаю так, что тебя и ни один мент не найдет По рукам Неа Мне нужны отступные Пятьсот тысяч Да, основную работу я сделал Я сделал Справедливо Чего? Справедливо Так, дай-ка мне еще этого, зефиру И эти, которые постоянно беру с клюквой Подушечки что ли? Ага, подушечки Здрасте всем Здрасте Здрасте Все? Ага, все Семьсот пятьдесят Ага А чего это ты скупилась? Как нам Алань на свадьбу? Праздник чай какой? Да, Танюша уезжает Решила ее напоследок побаловать Мне, мне подушечки тоже дай И сахар укило Ой, хотя мне что-то прям кусок горла не идет Чай войдет Да, Зинку Михееву сейчас встретила По Оксанке, да не лец-то, ребеночек-то Все же таки помер Да ты что? О, беда-то И не говори, жалко бабу, прям сил нет Вон и как Они как кошки родят Ничего им не делаться А это одного выродить не может О, Господи Сглазили ее, не иначе Альпорчу навели Ну вот, собственно, и все Только копию сниму Ну что, Екатеринович Гоня бабки Хорошо Только Сначала на полчасика заедем К Ткаченко Зачем? А ты Напишешь Жалобу На Макара Что этот Доблестный полицейский Самым наглым образом Помогал у тебя взятку Ну это же обычное дело К тебе не привыкать Мы так не договаривались А я тебе еще от себя добавлю К тому, что Мать моя даст Ну ладно Договорились Поделка Ну вот, зайченыш Мы и дома Тут как-то и дышится легче, да? Чего ты хочешь? Чай, варенье, плюшки, печенюшки Да я ничего не хочу Щас Посиди со мной У нас все будет хорошо Ты поправишься И мы усыновим ребенка И мы усыновим ребенка Я хочу девочку Я мальчик Ну давай обоих Пойдем обоих Умер незнакомый Аня, не бери Алло Я По поводу нашего вчерашнего разговора Можешь Зайти Хорошо Буду через полчаса Ага Ксюмничка Я ненадолго Утойду Кто звонил? Так это Бельченко Исповедоваться хочет А ты не ходи Ты же уже все сделал Пусть этим другой кто-то займется Бельченко С кем-то другим Может и не захочет говорить Умя с ним договоренность Убью это дело до конца Ты отдыхай Я скоро Может выпьешь? Нет, не выпью Давай-ка сразу к делу Хорошо Я назову имена На суде Тех людей Которые стоят за мной Но мне нужны гарантии Гарантии Придется поверить мне на слово Макар Теперь развлекайтесь сами У меня поезд Через два часа Гони бабки Погоди Я тебе еще от себя не добавил Мы его теперь Точно в расчете Валить нам надо Выстрел, что село слышало На бегучее Успеем Фальшивка, говоришь? Ну-ну Что происходит? Что началось? Пока не знаю Кто встанет Стреляет со стороны дома Мельченко Валить нам нужно Хватит Нем enormous Ураль 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 Тебе Бельченко! Ты чего? Ты чего? Стоять на колени! Вадонни вниз! Руки на стол! Мужики, мужики, мужики! Спокойно! Я же свой! Никакой ты не свой, Данилец! Мы теперь по-разному в сторону закона! Отчетливый запах пороховых газов! Меня кто-то по голове ударил! Сзади, пока я с Бельченко разговаривал! Кто? Барабашка? Кончай дурочку ломать! Никого, кроме тебя здесь не было! Да и мотивчик-то у тебя был! Чего? Плохо память! Я тебе напомню! Я сегодня лично у Бельченко принял заявление о том, как ты у него взятку вымогал! Ничего я не вымогал! И никого я не убивал! Господи, ну что ж ты не делаешь? Ой, мой мой! Посторонние! Очистить место преступления! Люди! Я никого не убивал! У меня подставили! У меня есть доказательства! Стоп, есть! Хорош! Глотку рвать! Подожди до суда! У меня все нет доказательств хватит! И ты это знаешь, если даже бьешь! Макар! Пошла отсюда! Потом разберешься! Отсебей-ка арестатор! А-а-а! Давай, Макар! Макар, давай! Давай его, давай его! Блядь! Подожди! Блядь! Бери пистолет! Не внушу тебя! Макарушка! Макарушка! Потерпи! Макарушка! Макарушка! Нет! 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 Ну что ж вы стоите, честно, чтобы тебя не убивают, а вы стоите! Макарушка! 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 Только что! При сопротивлении полиции был обезврежен оборотить в погонах Макарушка! Валенец! Убивший гражданина Бельченко! Всем понятна! Валить нам надо! Вдруг этот мент нас видел! Он же почти оглянулся! Придут нас брать тепленькими! Хорош скулить! Ткаченко все разрулит! Он начальник! А нашего местного Бобика никто даже слушать не будет! В том-то и дело! Он местный! Перед ним здесь каждый собака хвостом вбиляет! А Ткаченко... Ткаченко? Участкового застрелил! Ткаченко, Ткаченко! А я что говорила? Дуй с бутылкой! Погоди... Давай две! Бенченко подянем! Нет, 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 нет! Ксюша, пока надо увезти! Пожалуйста, пока надо! Ксюша! Пассажем! Крацой! Пожалуйста! Кому нужно? Ему? Тихо! Всего и после смерти вам кажется, берем горло! Успокойся! Успокойся! Ну, скорая! Скорая, помогите! Тихо! О, Господи! Левина только ушла от смерти сына, а теперь это муж! Ну, за что это? Пожалуйста, пожалуйста! Общая, да! Скорее, он помог! Я не так не смогу! Это, когда это был? Пункер да, помнишь? Это пупца! Ну, это где пупца! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я бы просто хотела вернуть мужа. Ну так ведь вернула же? Вернула. Но какой ценой? Зачем столько смертей? Ты же сама хотела, чтобы наверняка. Чего ж теперь нос воротишь? Я хочу снять заклятие? Я хочу снять заклятие с Оксаны. С нее хватит. Достаточно. Ты не в магазине. Не понравилось? Верните деньги. Ну, ты не переживай. Скоро все закончится. Нет, ну ты посмотри, какие молодцы, а? Точно все прислали по списку, как обещали. Не обманули. В каком смысле закончится? Ну, осталось только Оксана. Хватит. Хватит. Я не хочу. Я не хочу, чтобы Оксана умирала. Заклятие снять можно. Но только оно может вернуться к тому, кто его наслал. Ко мне. Вот черт, а. Какой у тебя размер ноги? Тридцать седьмой. Ну, вот написано тридцать девятый. А я влезть не могу. Купи, а. Я хочу снять заклятие с Оксаны. Ты мне должна отдать свое обручальное кольцо. Бабушка говорила, примета плохая чужому отдавать. Правильно бабушка говорила. Счастье это как рубашка. Тело греет. А отдашь другому, сама голой останешься. Ну, ты не суетись. У Оксаны теперь жизнь в тягость. Сына потеряла, мужа по твоей прихоти. Так что ты помалкивай, и я молчать буду. Вот косорукая. Иди отсюда. Как же? Дай сюда, я сама все сделаю. Доктор, что с моей внучкой? Ей повезло, что скорая оказалась рядом. Немного позже и... Так и стало быть, она поправится. Ну, мы делаем все возможное, но... Доктор, если что нужно, ну, лекарство какое, или процедуры, я оплачу. Я скопил чуток. Дело не в деньгах. Я понимаю, о мертвых или хорошо, или никак, но Макар совершил ошибку, когда забрал ее домой. У нее открылось кровотечение, и я гарантировать ничего не могу. Доктор, ты только руки не упускай. Лечи ее. Бори за нее, ведь ты же клятву давал. Дело в том, что ваша внучка сама не хочет бороться за свою жизнь, а в процессе выздоровления огромная важность имеет психологический фактор. Ты свою работу работай, а этот фактор я обеспечу. Да, здрасте. Я хотел узнать, как самочувствие Оксаны Данилеца. Данилец. Че? Пап, зацени мои новые рисунки. Красивые. Да. Пап, ну ты даже не посмотрел. Заценил. Крутой. Я так ехать боюсь. Че это? Ну, в школу переживаю, как примут. Вдруг там все гении, а я как? Как кто? Ты у меня гений, самый настоящий. Ясно? У тебя, а у вас? Ну да, у нас. Оп, Сарочка, поешь детятку. Ну, немножко поешь. Ксюш, ну что ты, как маленькая, ей-богу. Ну, надо же, надо же есть. Ну, что ты? Ну, что ты? А давай-ка, Ксюшенька, как раньше бывало. Застучали по рельсам к вёса, едет Ксюша в вагон абрикосов. Чух-чух-чух! Побью, пальцами не трогал, а сейчас возьму грех на душу. Ладно, ты решила А со мной что будет, если ты умрешь? Есть хочу Ой, да разве ж я тебе не даю Моя девочка Ты ж мое серебро, золотое ного Ешь, ешь, милая Вот так, ой, как хорошо Сердце постоянно ноет И голос после этой удавки совсем пропал Ну что, зато это Шансон петь сможешь Еще миллион заработаешь Осталось только банк убедить Что повременил с выплатой кредита Пока раскручусь Это я виноват, дядя Стоп Во всем Если бы я на пару минут раньше пришел Я бы... Землю твою жалко Такое дело Генкин крючок попался Все жабры порвешь и не соскочишь Слушай, а может Справку какую-то для банка Из полиции Ну ты же эти деньги даже потратить не успел Не-не-не Не прокатит Сам знаешь Проблема Зайцева владельца шуба не волнует Я-то ладно Мой мотор Все одно этого не вытянет А вот жена с дочкой Им же в этом бардаке выживать За все заветное убедно Опять? Опять эти разговоры? Хорошо все будет Тоже знаешь на этом заветном-то Свет клином не сошелся Он Петрова говорила В Перловке земля-то дешевле Ты это... Продадим здесь С банком расплатимся Там купим Еще с наваром останемся Я со своей земли не сдвинуть Пусть тихо Пусть попробуют сковырнуть Ну ладно, ладно Тихо Хлеб забыл Ну ладно, я старый пень Меня они выдернут Вы-то молодые Не сдавайтесь Можете какие выходы есть На Москву? Да есть один вроде Служили вместе, но В Европе из сахара сделали топливо У нас еще в позапрошлом веке До этого допетрили Эх, какое топливо Твоя бабка гнала Вот оно Принес Апельсины, витамины Искренне моя соболезная Оксана Не хотел я Уйдите немедленно Тело еще не остыло А он в дабу мытарит Я сказал не хотел Чтобы Макара убили Ну не бросился бы он на меня Жив был бы Да, не хотел он Путь отсель Чего? Мне с Оксаной поговорить надо По поводу восстановления Честного имени Макара Уйди, дедуля Ладно Но если чего Так я тут рядом За дверью Честно говоря, Оксан Не верю я Что Макар убедщинка Взятку вымогал Что убил его Подставили его А кто это мог сделать? Вот, вот, вот Я-то с твоей помощью И хотел это выяснить Как? Ну Ты ж жена Вон расследование Побельщинка-то вел Может что Короче нарыл что-то Ты может быть Что-нибудь Знаешь Да Макар говорил Что он нашел Какой-то компромат На Бельщинка Так, так Только Что именно Не сказал Это все? Да Ясно Это хорошо Ну направление Это Датина Будем двигаться А про контрафанк Эти диски Ты не валуйся Замнем это дело А Макара похороним Как честного полицейского А если что Вспомнишь Ты мне позвони Вот по этому телефону Вот Поправляйся Ген Все по тем Она ничего не знает Ты морковку-то поменьше режь. Мы так до утра не управимся. Лариса, у тебя визитка Рохотова осталась? Да, где-то была. Дай мне. Сейчас посмотрю. Осторожнее режь. Да я же сказал, подранок. Так, давай, дуй к аптечке. Йодом заливаешь и гуляйте. А как же банки? Прикрою. Спасибо, пап. А где Таня? Че? Так я за нее. Держи. Это хорошо, что ты решил на другу позвонить. Он вроде мужик надежный, хороший. Там-то и дело, что вроде. Он тебе что-то сделал? Не мне. Там длинная история. Так я никуда и не тороплюсь. Нас в армии три друга было. Этот самый Дима Рокотов. Я и... Ванька Степанов. Ну как? Ванька был мой друг, а Дима с ним так. Общался. В общем, Рокотов у нас самый крутой был. Ну а че? Москвич. Сын генерала. Кстати, из-за него он в армии загремел. Батя его в университет пристроил, а тут забил. Вот отец характер проявил. А потом эта заварушка началась. И всех начали отправлять. Генерал куда надо позвонил, и Рокотова отмазали. Он и мне предложил. Я говорю, ты че совсем? То есть уанька там будет кровь лить, а мы с тобой тут заборы красить, да? Да больше лей. В общем, Дима сказал, что я дурак, а мы с Ванькой уехали. Только Ваньку в первом бою убили. Давай уже. Ты знаешь, мне кажется, Рокотов тоже об этом всем помнит. Помнишь, как он обрадовался, когда тебя увидел? Мне кажется, он хочет как-то свою вину загладить. Ты прости его. самому легче будет. Да. Очень плохо слышно. Да, кто это? Какой Никита? Лебед. Лебед, ты? Здорово. Ну да, да. Я послезавтра в Москве, и дел по горло. А что такое? Алло. Никитос, ты че говоришь? Да посоветоваться хотел. Посоветоваться говорю. Че? Ладно. Наберу. А че ты мне сказал, что ты в Москву едешь? Он бы тебя встретил. И маленький. Сам доберусь. Тем более, он там занят. Приеду, наберу. Лар, не по-лицки как-то. Здравствуй, Том. Муж и сына хоронят, а Оксанка-то где? Как? Из больницы. Скорбилл приезжал, но каждый из нас может сказать, что он стал для нас своим. Здорово, Тома. Матвей. В куле тедру с ныком. Отправил телеграмму. Так отправил, только никто не приехал. Макар был. Том, ты че? Хорошим ментом. Вот то есть, то есть полицейским. Хорошим человеком. Спи спокойно, Макар. Пусть земля тебе будет. Пухов. Давай, Рябин. О, боже, о, боже. Я рад сообщить вам. Макар чист перед законом. Вот клевета Бельченко про взятку не подтвердилась. Фуражку сними. Я хочу попросить у вас у всех прощения. И у тебя, Макар. Очень жаль, что все так случилось. Служба есть служба. Спи спокойно. Тебя не забудем. И не надеемся, что забудем. Давай. Аккуратней. еще. Ну, коли все уж вы здесь собрались, хочу представить вам вашего нового участкового. утробин Кирилл Егорыча. проедать пришел. Мама. Служба. 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 Утробин Кирилл Егорыченко. Служба. Служба. Вот, проведать пришел. Прими мои соболезнования. Я в Москву уезжаю на пару дней, надеюсь, когда вернусь, будешь уже на работе. Не надо. Что, что ты сказала? Не надо ехать. Ладно, я на пару дней. Ты не волнуйся, я вернусь, и мы будем вместе. Нет. Дело не в этом. Больной пора делать уколы. Да, сейчас ты… Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Да сейчас, ну… Молодой человек. Иду я, иду. Давайте, давайте, давайте. Я вернусь, скоро. Так, готовим руку. Поживешь пока здесь. Тут-то раньше библиотека была. Есть что почитать. Но не волнуйся, ненадолго. Месяцок пока квартиру не подберем. Не забывай поливать. Да без проблем. У меня в общаге-то в школе милиции вот такая комнатушка была. И та с соседом. Вот и славно. Пойдем, кабинет покажу. Ну, участок у тебя не сложный. Хотя… Есть, конечно, пара-тройка неспокойных персонажей. А, алкоголики что ли? Ха-ха-ха. Если бы. Шилово некоторых в одном месте. Так что действовать надо деликатно. Да-да. Ну, если что, ты мне звони. Телефон-то у тебя мой есть. В общем, держи меня в курсе. Хорошо. Я заметил, что местные не очень рады меня видеть, но я постараюсь наладить контакты. Ты это-то не увлекайся контактами-то. Без этого. А, нет, конечно. И главное держи в голове, ты участковый, а не сватбрат. У тебя свой начальник есть? Так точно. Хозяйствуй. Жена мужьяну машину драет. Четун тебя вообще мышей не ловит. Твое дело. А может, я его заменю на пару часиков? Слушай, ты совсем тупой или притворяешься? Я мужа люблю, а тебя вообще видеть не хочу. Здрасьте, тетя Маша. О, здрасьте всем. Ларис, ничего, что я через твой огород пошла, где-то кукуровочие, а? Да ничего, ничего. Я передам Никите, что ты заходил по поводу закладной. Я его сам найду. Ларис, а что Никитка в Москву еще не поехал? Нет, завтра утренним поедет. Вот славно. Я ему тут списочек приготовила, передашь? Да передал, клади. Слушай, ты там только ничего не покупай, не трать деньги. Там все дорого. А еще я тебе там в пакете курицу положила в пленке. Поешь потом. Да понял я, лады. Пап, я через пять дней уезжаю в Новогорск. Когда мы теперь увидимся? Ну, родная, ну не плачь. Пять дней, это же срок какой. Да я в Москве все дела сделаю и еще успеете вернуться и проводить. Мужчина поезд отправляется. Да все, 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 люблю вас. Все, поезд отправляется. Идите в бакон. Папа! 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 Субтитры создавал DimaTorzok